Международный день мира отметили сегодня праздничным флешмобом возле Воронцовской колоннады. Большое количество одесситов и гостей города собрались в самом центре Одессы, чтобы посмотреть на этот необычный перформанс. Для всех желающих с наилучшими пожеланиями выступили различные танцевальные коллективы. Также в праздновании приняли участие и курсанты морского училища номер 3 Одесской юридической академии. На праздники мира побывала и наша съемочная группа. Возле Воронцовской колоннады прошел масштабный флешмоб по случаю Международного дня мира. Этот праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН и отмечающийся ежегодно 21 сентября, для Украины сегодня имеет стратегическое значение. Призванный укреплять идеалы мира как внутри государств и народов, так и между ними, Международный день мира декларирует всеобщее прекращение огня и отказ от насилия. Уже традиционно на празднике, организованном Одесским областным совета мира, собралось большое количество одесситов и гостей города. Сегодня, как всегда, Одесский областной совет мира проводит добрую, красивую акцию «За мир». Мы сегодня празднуем 40-летие установления Международного дня мира. Сегодня совершенно разные детские коллективы, общественные организации, многодетные семьи. Сегодня все объединяются для того, чтобы сказать, что мы «За мир». Мы искренне благодарны Сергею Васильевичу Кивалу, который всегда участвует здесь, все трудятся для того, чтобы было такое красивое событие, важно. И поэтому я бы очень хотела обратиться ко всем, чтобы мы не только 21 сентября делали Международный день мира, а чтобы каждый день мы стремились к тому, чтобы в наших сердцах был мир, любовь, забота к ближнему, к родным, к деткам, и чтобы мы все объединялись. Среди участников марша мира – школьники, курсанты морских учебных заведений города, воспитанники творческих коллективов в нарядных национальных костюмах, подрастающее поколение, которому так нужен мир на нашей родной земле. Кроме того, Международный день мира совпадает с христианским праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Такое совпадение является знаковым. Настоятельница святоархангела Михайловского женского монастыря, игумения Серафима, отметила, что мир во всем мире – основная позиция и задача церкви. Сегодня необыкновенный день, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, но мало кто из нас знает, что это также всемирный день мира по решению организации объединенных наций. Что может быть дороже великого божественного дара? Это слово «мир» говорит нам о нашем будущем. Вот почему нас так много. Областной совет мира, Одесская епархия, различные общественные и культурные организации, дети, учащиеся – все мы говорим всему миру – нам нужен мир. Каждый из нас может очень многое сделать для мира, потому что святые отцы говорят – имей мир в своей душе, тогда вокруг тебя спасутся тысячи людей. Мир в сердце, мир в душе, мир к ближнему, мир в окружающем тебе пространстве. И все в Украине, и везде, во всем мире будет прекрасно. В масштабном действии, посвященному Международному дню мира, приняли участие курсанты структурного подразделения Национального университета Одесской юридической академии, морского училища номер 3. Здесь обучаются более 300 курсантов по специальностям матросы, мотористы, токари. В этом году ряды курсантов пополнили 100 амбициозных выпускников 9-х и 11-х классов, которые решили связать свою жизнь с морем. Что неудивительно, в Одессе практически каждая вторая семья, так или иначе, связана с морскими профессиями. У нас большой коллектив курсантов. В этом году мы набрали 100 учеников, которые стремятся получать знания благодаря Сергею Васильевичу Кивалову. Они имеют эту возможность учиться в хороших условиях, получать качественные знания, получать качественное образование, реализовывать свой потенциал после 9-го, после 11-го класса. Конечно, мы поддерживаем и будем поддерживать. Мы хотим жить в мирной стране, мы хотим жить в примирном небе. Мы всячески будем отстаивать именно такую позицию, потому что День мира, ратифицированный ООН, это международный праздник. А так как моряки – это визитная карточка Украины на весь мир, мы в первую очередь именно с этой точки зрения будем всегда за мир. Пару слов о морском училище номер. По окончанию праздника в небо выпустили белых голубей, которые, как известно, считаются символом мира. Многолюдный перформанс привлек внимание отдыхающих возле Воронцовской колоннады одесситов и гостей города, любовавшихся необычным зрелищем. Все участники праздничного флешмоба получили заряд позитивных эмоций и еще раз убедились, что жить в мирной, празднующей Украине – это лучшее чувство, которое может испытать человек.